Сидишь, короче, два дятла сидят друг на друга, смотри. Микрофон, потому что он этот, не работает. Блин, надо, кстати, этот купить. Кватильная. А ты там говоришь всем привет. А, ты же говоришь всем привет, ты попрошу на мой канал внизу. Блин, а ты уже знаешь. Акира, или как, Акира? Акира, кто такая? Это я. Я Акира, это я. Всем привет, меня зовут Акира и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня в гостях... В гостах. В гостах еще. Всем привет, меня зовут Акира и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня в гостях Наталья. Привет. Сегодняшнее видео будет в виде подкаста, я надеюсь, вам такой формат понравится. Сегодня буду задавать ей вопросы И она будет на них отвечать Так вот, я надеюсь, у нас получится интересная беседа Вы узнаете что-то интересное Возможно, вы тоже летите в Корею, планируете лететь в Корею Конечно, сейчас с нынешними новостями, ситуациями и так далее Это сложно сделать, но не важно в будущем, в дальнейшем Возможно, вам это поможет Все, что она сегодня расскажет Поэтому давайте продолжать Наталья сегодня расскажет о себе немножечко А потом будем задавать вопросы Ну, всем привет еще раз Прежде, конечно, прежде всего Мне хотелось бы, как культурного человека Поблагодарить тебя за то, что ты меня пригласила к себе На такую прекрасную съемку Узнать обо мне или, может быть, даже как-то Может быть, да, помочь другим людям Которые все-таки планируют прилететь сюда Вот, ну, поэтому начнем Начнем, меня зовут Наталья еще раз Здравствуйте, мне почти 25 лет, в Корее я год и два месяца Хорошо, мне кажется, этого достаточно, потому что сейчас очень много будет информации Первый вопрос Это как и когда ты приехала в Корею И почему приехала именно в Корею? Ну, как я уже сказала, год и два месяца я здесь нахожусь Началось все с Турции С Турции, я работала там трансферным гидом Сезоном То есть все лето И когда под конец сезона уже где-то в августе, в сентябре Началось распределение на зимний период То есть приходили предложения от других стран Чтобы работать тоже от компании туристической, да, туроператора Но в другой стране, где есть уже сезон Вьетнам, Таиланд В моем случае это был Вьетнам Я должна была лететь в Вьетнам Вот Но когда было время собирать документы Пришло время собирать документы У меня осталось всего два дня Потому что мне об этом сказали Мне сообщили об этом за два дня Я должна была собирать быстро документы Но такой график у нас был в Турции Что там не то, чтобы собрать можно было документы Или время было там Поспать никогда было Не то, чтобы что-то делать вот но я была на программе то есть в аэропорту я сидела ждала самолет я позвонила папе или написал телеграме ну короче как связалась с ним сказал что мне нужен диплом для того чтобы собрать документы и отправить на зимний период другую страну естественно папа мне ничего не знал папа мне вообще не знает не знал что я что-то планирую опять в своей жизни я его когда в турцию полетела за две недели предупредил что улетаю страны вот и он так он конечно мне ни за что ему благодарна никогда ничего не запрещал то есть он доверял меня но единственно чтобы я не попала ни в какие ментовки неприятно неурядицы так скажем и в основном у нас с ним такие отношения очень хорош но когда ему сказал что я собираюсь летать обратно в туризм в направлении туризма конечно он меня спросил почему зачем потому что заплата была там около 400 долларов у нас или 300 или 400 долларов всего вла зарплата и на эти деньги то есть не накопить толком хотя некоторые умудрялись но я все тратил и поэтому мне сказал я конечно не настаиваю но я хочу чтобы ты полетела в корею потому что по национальности я тоже кореянка и соответственно у него брат с сестрой родные здесь в корее живут я об этом знала но ну просто до информации моей голове было что есть есть как бы но ничего не серьезно не говорила да и у меня на тот момент было все равно то есть либо вьетнам лечу либо в корею лечу мне без разницы мне главное не в россии поэтому я собралась я сказала хорошо хорошо полетели в корею отлично следующий вопрос который я бы хотела задать ну как бы мы уже подготовили это какими трудностями ты столкнулась при переезде возможно проблемы какие-то с документами или еще какие-то проблемы трудность была одна это оформление справки об отсутствии туберкулеза так как ты тоже об этом знаешь да очень сложно было найти вообще получить эту справку потому что не во всех больницах ее дают в тех больницах которые во первых дают она стоит очень дорого вот и но не так дорого но нормально и в моем случае так как я из города перим это на урале было был один город где можно было бы сделать справку это город и киринбург за 5000 рублей я поехал туда на поезде ночью при этом я еще работал был очень ужасный собачьи холод утром я уехала быстро собачьи холод его было очень холодная как после турции прилетела из-под пальмы в холод в этот российский наш и конечно я сделаю быстро принципе ничего там сложного нет пришла флюорографию сняли потом пошла к другому врачу у меня сама он такой кстати был классный врачами просто спросил зачем тебе справку отлетишь ему сказал откану все понятно как будто много кто делал справки вот эти ну потому что это одна на регион такая больница но и она доплатно вот 5000 рублей плюс поезд туда-обратно я приехала вечером утром я приехала в перим и в 7 утра я пошла на работу вот это наверно единственная была сложность а так визу я оформляла как этнический корейства и в 4 мы я оформляла через соотечественники да оформляла через агентство за 200 долларов по моему да я тоже через агентство чтобы не париться потому что они отправляют они все собирают анкету пишут что отправляют москву посольство это получает тебе звонят ты приходишь паспорт забираешься у тебя там не стоит то есть для документ там в принципе везде одинаково как в интернете то есть все весь пакет документов документов до который нужно для интернете можете просто убить то что ты ожидала по приезду в корею ну я скажу что ты по ходу ничего не ожидала потому что как из твоего рассказа то есть это спонтанно получилось это да ну на период когда я спланировала точнее не спланировала мне просто сказали что давай лети в корею это был сентябрь или август по-моему и по моему короче было вот лет и было жарко а когда уже оформление пошло самовизы когда естественно я уже знала что я лечу в корею есть ну какие-то ожидания у меня складывались я начала снова пересматривать дорамы корейские вот эти которая начинала в десятом классе там помню поскольку мне были за 16 лет или 15 лет я начала среди корейские дорамы но я никогда не знала и не думала в принципе я знал что кореец ну что я полечу в корею у меня такого даже в мыслях не было что оказывается на тот момент у меня здесь уже жили родственники то есть большая часть моей семьи жила здесь в корее и конечно ожидания у меня были такие что по дарами живут как по телевизору мы все видим что это о такая страна классная никогда не верьте дораму либо это в нашем случае так потому что мы живем не в сеуле да не в пусане не в такие города хотя ну тегу но пригород то есть это как для сравнения мой мой город перим и закамск я скажу что многие блогеры или там даже многие люди которые живут в сеуле они также отзываются о корее я имею ввиду неплохом смысле а то что то что дарами показывают она не соответствует реальности как бы во всех фильмах это логично я вам скажу да и конечно я думала вот я когда приехала до аэропорт это это что-то невероятное это отдельный город наверное работа это точно я кстати говорил об этом и для меня это было вообще просто невероятно прям мир другой но там сразу видно что ты находишься в такой цивилизованной стране то есть там все комфортно все классно все для человека все для людей то есть на английском языке есть там на китайском на корейском все понятно это есть смысле непонятно для меня но это есть а так по-английски в принципе все есть куда народ туда я шла ничего страшного не было багаж не потеряла хотя там миллион был лент багажный никто не задержал хотя очень много вот говорили да что там это не визита не визитом собака ходит может чемодан у тебя там но и забрать да я боялась что у меня чемодан заберут но я украла чем у нас и побежала понимаю то украла чемодан там пока собака ходила другой чемодан искала я свой забрала и ушла ладно секунду теперь мы плавно переходим к другому вопросу который практически она уже ответила это что нравится и что не нравится в южной корее ну например и да нравится конечно вот я уже писала своих в инстаграме своем на старой странице писала что корея южная корея это конечно очень развитая страна очень очень комфортная страна для людей тут все сделано для людей про людей потому что здесь есть все если ты что-то не понимаешь здесь всегда помогут даже наши люди которые наши статические дату наши русскоязычные корейцы там переводчик вот допустим я язык не знаю сорян я здесь живу года я не знаю язык но это отдельная история но здесь есть переводчики больница страховки и банки какие-то другие учреждения школы университеты если тебе куда-то нужно ты можешь взять переводчик если ты ему за это платишь вот спокойно едешь он тебе помогает в форме не всех документов то есть я свои документы тоже оформляла через посредника тоже за деньги вот и даже если ты хочешь на работу устроиться тоже обращаешься к посреднику и он тебя тоже устраивает на работу которую там хочешь не хочешь вот я хочу еще раз просить дополнительный вопрос здесь ну это не насчет того что ты знаешь корейский не знаешь будет тебе комфортно или нет если без знания языка я к тому что например многим нравится и удивляет то что здесь люди очень много едят здесь прям культ еды как ты считаешь насчет этого просто и если сравнивать допустим америку и южную корею вот это разные вещи да здесь люди очень много едят но что они едят это тоже надо смотреть они едят в основном траву рамен до жареная курица конечно тоже много острая вот пища но это еда не фастфудная это еда не калорийная где люди начинают лучше здесь культ такой что тоже и толстым нельзя быть ну не знаю сейчас очень много вот западных блюд переведен как привили я сказала в корее и они очень популярны и корейцы часто употребляют там не знаю фастфуд даже какую-то зарубежную еду очень много европейской еды я заметил да но в основном я вижу что они едят траву ну очень много да кстати вот поколение наверно постарше вот есть есть кафешки всякие разные где подают такой слабо жирненький суп вообще без масла и объем так много очень на воду или не до водоросли и салатов острых и здесь очень много конечно люди вот я прилетела я похудела за три-четыре месяца на 12 килограмм почему-то и но у меня потому что я большая была и поэтому я быстро это все уходило плюс работа конечно тут в принципе в корее все очень много работаются теста немного едят но у них это не откладывается у них то нигде не сидит и то есть нету таких там переожиревших людей потому что немного очень работают да еще я бы сказала люди очень следят за внешностью то есть например даже когда ты приходишь на работу ну там фирмы каким-то в офис да например люди начальства в основном смотрят на внешность если ты например худенький там да вот у тебя все отличное по стандартным макияж там до одежда там все и тебя вероятность что тебя возьмут на работу выше поэтому видимо как-то они вот так это очень много в этом да в ю тубе с андреал перед тем как в корею даже лететь и много странно для меня это не я не понимаю почему так здесь в корее но я бы сказала что даже здесь на тебя не будут обращать внимание если ты там но я просто они как бодипозитив у них вот это еще один момент все равно до что мне нравится в корее ты можешь выйти в пижаме в шлепках вообще как у девочки хоть с бегудей смотрят всем все равно хоть ты в мусорном пакете выйди им плевать в чем ты вот им они не видят никого кроме вот себя телефона они стоят даже вот на дороге в телефоне их сбивает машина они там разбивает машина им страшно но вообще да если это смотреть там дети приходя дорогу они все в телефоне в метро все вот так сидят в телефоне я смотрю на людей они не смотрят на меня и это плюс кстати это плюс что им все равно твой внешний вид именно это все равно а я раньше боялась то что ну вообще многие люди думали потому что шел такой мем то что в россии все вот ходят и все были в телефон время коммуникации типа технологии все такое коммуникации говорит такие заумные слова вот и шел мэн то что все люди смотрят там телефоны и больше типа некуда смотреть и в руках всегда телефон и так далее да вот они не на окружающую среду вообще в окружающий мир никак не обращает внимание и это являлось якобы проблемы когда я сюда приехала вот здесь это просто наверное еще раньше появилась хотя как здесь по природе красиво пусть люди не обращают мне внимание здесь обращает да здесь чисто конечно у нас свалки под окнами это никуда не избежать то есть мы живем и говорю не в центре да там не в столице у нас и обычный мусор даже нет у нас просто свалка с пакетами из-под мусора все но это все убирается утром ты встаешь чистые дороги потому что ночью приезжает машина все убирает ночью в три часа в два часа по уход дворники они все убирают подметает утром ты встаешь снова все чисто да еще здесь есть определенные дни но вообще в каждом городе я бы сказала есть определенные дни когда ты вытаскиваешь мусор вечером а на следующий день приезжает свалка мусор машина и она забирает этот мусор и все как бы и чисто но самое главное нужно стараться распределять мусор в определенных пакетах мусор выкидывать в каждом городе есть свой пакет где там написано название города и если там будет другой город они просто не будут ну как бы не забирать этот мусор и вообще здесь даже вот мебелью до проблем чтобы выбрать и какую-либо мебель нужно иметь специальный бланк заполнить заполнить его то что типа да вот возьмите и заберите этот вытаскиваешь и ставишь рекламка ну либо кто-то приходит забирает кому сейчас многие корейцы даже просто выкидывают мусор просто выкидывают вот эту мебель знаю то что кто-то все-таки заберет потому что здесь очень часто люди забирают и здесь это нормально да это нормально это непрезирающе да то есть там можно найти весь гардероб весь всю мебель обустроить дом да в принципе в общем то мы рассказали да как что ожидать в южной корее талия рассказала и у меня один вопрос последний возможно последний как ты считаешь нужен ли корейский язык для нормального пребывания вот например не как туристу а вот если люди хотят сюда прилететь жить здесь да да потому что начали это сказала кстати да но я сама как я уже говорила корейский язык не знаю то есть единственное что там они все здравствуйте до свидания спасибо вот это кисло конечно и когда я в турции жила то же самое всегда куда ты едешь если ты едешь на длительный срок по мере визу у нас там да на пять лет и ты знаешь что ты будешь там жить работать язык он необходим но в той среде в этой среде по крайней мере к девушке находимся это можно выучить все быстро но как-то у меня с этим языком не сложилось меня к нему душа просто не лежит так скажем потому что это на есть такое это ну такой специфический очень то есть турецкий для меня легче давался чем участка резки но еще раз говорю здесь нет с этим проблем то есть если тебе нужно куда-то серьезно поехать куда мы в какой-то организацию больницу ты можешь взять переводчика просто платить деньги если у вас есть деньги то вам да можно здесь в корее нужны деньги неважно работаешь ты не работаешь у тебя должны быть деньги потому что это ну страховка да вот это все здесь обязательно на телефон деньгами и потому что за все нужно платить но как бы за то что вы платите платите там налоги и там страховку государство здесь делает многое для людей для их удобства поэтому грубо говоря вы платите за свое удобство ты не просто так платишь да и это все видно и как бы ну нет такого разноклассия типа за что я плачу это видно это это видно везде это видно общественном транспорте метро да какой автобус даже вот в нашем пригороде какие ну нормально автобусы по сравнению с моей любимой россии ничего против не говорю еще насчет корейского языка если вы знаете английский здесь в городах ну в основном больших пригородах я бы сказала редко то знает английский это так с натягом вот если вы знаете английский то вам будет намного легче потому что здесь во первых вывески на английском языке если вы правила дорожного движения там даже они не правила дорожного движения вот вывески на дорогах ну да там взлет транслируются хотите машину взять да и ездить по городам там все очень предельно понятно поэтому вообще сложности никаких нет но я считаю что корейский все-таки нужно выучить хотя бы на базовом уровне хотя бы для работы хотя бы так и там научиться считать какие-то вот примерные слова знать потому что все равно как никак многие ну ладно не многие некоторые не знают корейской английского языка если вы с ними столкнетесь тогда он будет тяжело если вы не знаете корей но английский у них очень смешно и когда начинаешь с ними разговаривать да не понимала они пугаются и такие что происходит а ты корейский вообще не понимаешь не сидишь короче два дятла сидят друг на друга смотри корей корейский хотя вот числа цифры до элементарно слова для работы потому что на работе в основном вот где мы работаем у нас начальство вряд ли знает английский язык очень сложно и там только жестами ты помешает а ладно у нас русскоязычные до в основном работы как 7 а если ты попадаешь на такую работу где нет русскоязычных а все такие же там какие из других стран приезжей то тут нужно конечно понимать и они это изначально кстати спрашивают раньше сейчас так мало работы в корее да раньше когда на работу принимали нужен был язык писали там минимальный язык раньше да ну вот летом с этим легче сейчас потому что народу нет все же уехали в грустной носе подходишь я бы хотела сдать вот у нас несколько минут осталось но грубо говоря не важно сейчас у нас такое положение это коронавирус как все знаете да вот мы встретились с ней я вам скажу по какой причине потому что действие более-менее утихло положение на вот эту ситуацию но у нас при городе у нас вот где мы живем конечно это был эпицентр город тегу когда это все начало прям не прям в тегу живем да вот и был эпицентр но сейчас он по сравнению с где вот недавно перебыл вспышка там сеульской стороне у нас конечно спокойно то есть сейчас люди даже уже ходят там без маска везем хангуки корейская ходит маска все нашу же без маску и и магазин пускают без масок да потому что ситуация более-менее уладилась по сравнению конечно с другими странами в том числе россия и я бы хотела сказать что ну вообще родственники вот ее мои родственники и я очень сильно переживает за то чтобы они там не заразились и вообще за работу и вот я созванивалась и папа это же ну конечно работа у него не так сильно влияет этот вирус а то что выходить из дома нельзя там еще что-то брат тут у меня школу не ходит дома учиться конечно каждый день когда я вижу вот эти цифры там почти по 10 тысяч зараженных это я вообще в шоке было на этой прекрасной ноте я бы сказала немножко грустный конечно даже очень грустный но я не могла не сказать про это потому что ну нужно предупреждать людей потому что очень много еще вообще много всего предстоит нам впереди и на этом мы заканчиваем потому что это это пилотная версия не хочу ее раздувать прям не знаю до огромных масштабов я надеюсь вам это видео понравилось и вам было интересно слушать потому что подкаст это в основном на слушающую аудиторию вот и я думаю сегодня мы разобрали практически все вопросы которые задают если у вас какие-то вопросы возникли то вы можете внизу написать а наталья своем инстаграме кстати рассказывает про корею и там про трудности и про что происходит у нее в жизни да вот именно в корее да конечно ты же здесь живешь и рассказываешь вот и заходите если вам интересно посмотреть и послушайте ссылка будет внизу или я где-нибудь здесь ставлю я не знаю еще не знаю а и подписывайтесь на мой инстаграм он тоже будет внизу всем спасибо за просмотр и за слушание я бы так сказала за терпение до терпение и я надеюсь это видео действительно вам понравится оцените это видео лайком или вообще не какой-нибудь комментарий подписывайтесь на канал всем спасибо и всем пока пока тебя что у нас не прокручила вот эти ответы я у меня по-другому это другие слова были другие предложения